МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О важнейших спортивных событиях минувшей недели расскажу вам я, Андрей Калавангин. Здравствуйте! Наши юные волейболистки вернулись с 4-го открытого городского турнира по волейболу среди городов Северо-Западного федерального округа. Юные хоккеисты закончили выступление на престижном турнире «Золотая шайба». Обо всем этом в нашем сегодняшнем выпуске. Наши девушки вернулись с 4-го открытого городского турнира по волейболу среди городов Северо-Западного федерального округа. Наринмар на этих соревнованиях представляли две команды 99-го 2001-го годов рождения и 2003-2004-х годов рождения. Сильнейшие волейболистки со всего северо-запада России собрались в Архангельске. В столицу Поморья помимо хозяев турнира съехали соперники из Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Северодвинска и Наринмара. Турнир проходил по круговой системе, когда команда играет друг с другом, а проигравший выбывает. Наши девушки и старшие команды в общекомандном зачете заняли лишь шестое место, а вот более юные спортсменки смогли взять серебро. С учетом того, что они занимают всего второй год, это уже неплохой результат. В среднем возрасте победила команда Санкт-Петербурга, Невская школа. Команда, в принципе, очень сильная, но мы достойно с ними смотрелись. Даже во втором сете вели с отсчетом 9-1, но, к сожалению, опять именно вот этой соревновательной практики и не хватило на концовку сета. А из девочек хотелось бы выделить у нас в среднем возрасте Остальцеву Ксению. Она заняла первое место в конкурсе связующих. В соперниках Ксении в конкурсе связующих было 20 спортсменок. Задача каждой – со штрафной линии при помощи верхней передачи попасть в баскетбольное кольцо три раза. Только после этого участник проходил следующий этап. Ксения благодаря точным передачам справилась с поставленной задачей и обошла всех конкуренток. Теперь юная спортсменка работает над ошибками и сама отрабатывает технику. Я отрабатываю больше над приемом и усложняю подачу, как это самое важное в игре. Ну, еще блок немного стараюсь ставить. Также проявила себя Анастасия Дикуновская. Девушка по итогам турнира была признана лучшим игроком в нашей команде. Но сама спортсменка оказалась скромной и к своему достижению отнеслась критично. Там считали количество забитых очков. Я не считаю себя лучшим игроком. Честно, что если бы они считали еще те очки, которые я не забила и не поняла, то мне больше далеко-то лучшим игроком было. Я не могла в вниманиях подать нормально и приемом неплохой. Сейчас буду работать, подать. Женский волейбол по праву считается одним из самых красивых видов спорта. На поле просто кипят страсти. Поклонники ликуют при каждом удачном розыгрыше. А девушки делают все возможное для того, чтобы принести очередное очко своей команде. В свое время, когда я приехал сюда в 2001 году, детского волейбола практически в округе не было. Первые шаги было делать очень сложно. Большие были проблемы с набором детей. После того, как пошел уже результат, дети сами охотно стали приходить в секцию волейбола. У нас уровень детского волейбола женского в округе растет. С каждым годом количество занимающихся увеличивается. Уровень тоже растет. Число соревнований в округе тоже увеличилось. На Ринмаре волейбол считается одним из самых популярных видов спорта. В турнирах участвует множество команд. А зрителей собирается столько, что для них не всегда хватает места. Стоит отметить, что в конце марта наши девушки 99-го 2001 годов рождения отправляются попробовать свои силы на Спартакиаду Архангельской области среди учащихся, которая пройдет в городе Онега. Напомню, в прошлом году наша команда на этих соревнованиях заняла почетное второе место. Наши юные хоккеисты закончили выступление на престижном турнире «Золотая шайба», который проходил в городе Архангельск. Место наши спортсмены заняли невысокое. Но, по словам тренера, команда выступила на твердую четверку. Юные хоккеисты заняли последнее 12-е место. Но никто в команде особо не расстроился. Более того, тренеры поставили спортсменам оценку «хорошо». Ведь в турнире принимали участие команды сильнейших хоккеистов школ Северо-Запада. Кроме того, сыграли наши ребята гораздо лучше, чем в прошлом году. Вот что рассказал в нашей программе по телефону тренер команды Валерий Данюк. В среднем за игру один забивали, два пропускали. В этот же раз мы в среднем две забивали, три пропускали. То есть, если иметь в виду, что у нас вратари были только-только, которые занимаются, мы очень мало занимались. На самом деле, вратарская линия у нас была, наверное, самая слабая линия. Сыграли. В общем, хорошо. И я сам с Аркангельска. Ко мне очень много знакомых подходило. И все говорили, ребята молодцы, боролись. Ложились под шайбу все. И у нас была сплоченная команда. Окружные борцы вернулись из Калининграда. Там проходило первенство Северо-Западного федерального округа. За победу в различных весовых категориях состязались более 100 борцов греко-римского стиля. Наш регион представляли Юрита Ибарей, Данил Занич и Николай Канев. И да, было очень тяжело. И противники были серьезные. Кандидаты мастера спорта были. И у них не хотело опыта для того, чтобы занять хотя бы второе место. Юрита Ибарей – самый легкий боец в нашей команде. Выступает в категории до 50 килограммов. За три дня четыре поединка. И хотя завоевать золото и серебро не получилось, бронза тоже достойный результат, отмечает юноша. На третью ступень педестала в своих весовых категориях поднялись также Николай Канев и Данил Замич. Такой результат позволил Юрию и Николаю получить звание кандидатов мастера спорта. Звание мастера дают только победителям. А занимать первые места ребятам не позволяет отсутствие опыта. Сокрушается тренер команды. Вот это очень-очень больная тема – нехватка опыта. А опыта откуда придет, если спортсмен достигся уже до такого уровня здесь в округе. Ему просто здесь не с кем работать. Понимаете, он дальше не растет. Вот он поднялся на определенный уровень, и все, и вот он на этом уровне стоит. А у нас никаких ни сборов, ничего там. Конечно, мы будем на месте стоять. Чтобы стать хорошим спортсменом, во-первых, это обязательно должно быть упорство. Ежедневные тренировки соблюдать в обязательном порядке дисциплины. Все, я думаю, необходимые условия здесь, в этом зале единоборств имеются. Однако, немножко не хватает соперников. Упорства Камилу хватает. Сейчас он готовится к чемпионату Северо-Западного федерального округа, который пройдет 18 апреля в Пскове, где планирует занять первое место и выйти в финал всероссийских соревнований. Греко-римская борьба – один из самых популярных видов спорта в округе. Секция была создана в 2010 году под руководством опытного тренера Георга Петросяна. Сейчас наши спортсмены уже могут похвалиться неплохими результатами. С таким отношением к делу есть уверенность, что в ближайшие несколько лет имена окруженных спортсменов станут известны всей стране, а возможно и за ее пределами. Сноубординг и скейтбординг – виды спорта, у которых поклонников по всему миру становится все больше. В Ненецком округе эти экстремальные виды спорта также набирают обороты. Правда, пока только на любительском уровне. Нам удалось увидеть своими глазами, чему же научились наши сноубордисты. Флет-граунд, джип, кикер – для многих это просто непонятные слова. А для группы ребят-единомышленников это упражнение и обозначение в их экстремальном спорте. Сложно представить в современном мире человека, который хотя бы понаслышке не был знаком со сноубордом. Хорошо провести время с друзьями, познакомиться с интересными личностями, подышать свежим зимним воздухом – все лучше, чем сидеть дома перед компьютером. А если сравнивать с лыжным спортом, у сноуборда есть два больших преимущества – новизна и модность. Подробнее о сноуборде в нашем регионе мы расскажем в следующем выпуске программы «Спорт 100» ровно через неделю. Не пропустите! Следующая спортивная неделя обещает быть тоже интересной и насыщенной. Об этом подробнее в нашем анонсе. В городе Токсово Ленинградской области стартовал 14-й чемпионат мира и 2-й чемпионат мира среди юношей и девушек по зимнему палеотлону. В соревнованиях планируется участие спортсменов из 20 государств и более 40 сильнейших клубных команд мира по зимнему палеотлону. Наш округ в чемпионате мира представляет Елена Воронцова, Ольга и Елена Матвеевы. О чемпионате мира среди юношей и девушек Татьяна Дроздова, Ольга Канева, Антон Безумов. Сами ребята тщательно готовились к этим соревнованиям и рассчитывают на призовые места. Чемпионаты будут проходить до 14 марта. Мы держим связь со спортсменами и будем рассказывать о том, как выступают наши ребята. В Дворце спорта «Норд» подходит к концу чемпионат Ниньского автономного округа по волейболу среди мужских команд. Соревнования будут проходить до 15 марта. На арене Ледового дворца «Труд» на этой неделе стартует второй этап или плей-офф. Игр регионального отборочного соревнования Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Ниньском округе сезон 2013-2014 дивизион «Любитель 40 плюс». Уже на этой неделе определится победитель соревнований. Это были спортивные новости за неделю. Мы продолжаем следить за спортивными событиями в нашем округе. С вами был Андрей Калавангин. Занимайтесь спортом, будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!